Здравствуйте! Это новости на канале ЭНСК 49, студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Лодку раскачивают тарифы. Ошибки власти – подарок оппозиции. Ларек хочет долю. Ленинская администрация, похоже, не против. Квартирник по фене. Откровение вора сороковых. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. Самым громким во всех смыслах событий, прошедших выходных, стал очередной митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Несколько тысяч человек пришли на площадь имени Ленина, чтобы высказать свое отношение к 15-процентной надбавке. Из-за ошибок власти социальная напряженность в Новосибирске резко пошла вверх. По заявлению организаторов митинга в центре Новосибирска собрались порядка 2,5 тысяч человек. Напомним, что первый митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ в сибирской столице состоялся в декабре прошлого года. Второй – в январе нынешнего. Выступавшие перед народом спикеры заявляли своих слушателей в том, что наценка абсолютно незаконна и не имеет под собой экономических обоснований. Тарифы не имеют никакого отношения к реальности. Это выдуманная реальность, иллюзорная, в которую нас пытаются заставить поверить. Главными лозунгами на митинге стали кричалка «отмини» или «уходи», а также слова, которые, видимо, должны были помочь собравшимся на площади людям ассоциируют себя со всем остальным населением мегаполиса. Новосибирск – это мы! Новосибирск – это мы! Несмотря на то, что часть организаторов и идеологов этого митинга были против подмешивания в экономическую струю выступлений, политических вливаний, это все же случилось. Перед народом выступил Алексей Навальный. И хотя до импровизированной сцены доносились выкрики «предатель», оппозиционер договорил свою речь до конца. Этот его визит в Новосибирск уже по традиции не обошелся без яиц. Кинул продукт птицеводцев Навального, помощник депутата ЗАГСобрания в области Алексея Александрова, сообщается в ряде интернет-изданий. Параллельно на митинге шел сбор подписей под требованием отменить индексацию тарифов на 15%. Уже через 50 минут мероприятие подошло к своему завершению, и люди стали расходиться. Мысли у всех были разные. Это всякое будет эффективнее, чем просто сидеть дома. Это уже показано, что человек заинтересован, вышел на улицу и возмущается своим положением. Хотя бы мы все сплотились, увидели, что мы есть, мы новосибирцы и так далее. А то, что это изменит ситуацию с тарифами, я смеваюсь. В чем точно не стоит сомневаться, так это в том, что политизацию протестного антитарифного движения допустили сами власти. Федеральные политики уже подтянулись к этому делу. И теперь мало у кого есть сомнения в том, что они постараются на новосибирском жилищно-коммунальном противостоянии заработать себе дивиденды. Протестовали в минувшие выходные и на окраинах мегаполиса в Нижней Льцовке. Около тысячи человек вышли на митинг против строительства автотрассы, которая свяжет строящийся восточный объезд с Берским шоссе. С подробностями Василий Акимов. Нижняя Льцовка. Советский район Новосибирска. Проживают в этом микрорайоне около 15 тысяч человек. И примерно тысячи из них пришли на митинг. Протестовать против планов властей построить здесь автотрассу. А попутно уничтожить вот этот лес и заставить их дышать выхлопами от транзитных грузовиков и прочего автотранспорта. С восточного обхода, видимо, разворовали деньги. Потому что они не хотят достроить восточный обход, они хотят построить нам южный обход. Против намечающегося строительства выступили люди разного социального положения и возраста. А дышать нужно будет, как в Ордовике. Как в Ордовикском периоде. Вы этого хотите? Представить, что вот здесь не будет леса, что здесь не будет прогулок, не будет ягод и грибов, совершенно невозможно. Среди участников митинга были представители научной общественности, руководители различных учреждений. Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Валерий Крюков, не смог прийти на это мероприятие, но выразил свою поддержку в официальном письме, озвученном другими участниками. Попытка расчленить формирующуюся уникальную территорию, центр средоточения медико-биологических исследований, автострадой федерального значения. Строительство в последней несовместимо с медициной и условиями ее развития, не только из-за шума и причиненного беспокойства, но также и по причине резкой деградации воздушного бассейна и экологической обстановки. Даже точного ответа, сколько же автомобилей пойдет через этот микрорайон, пока нет. По крайней мере, чиновники называют местным жителям сильно разнящиеся цифры. На предыдущем ландшафтном совете, на встрече 2 марта, он озвучивал, что через Зельцовку пойдет там 100 автомобилей с линии с Кузнецкого тракта. Вчера он показал документ, в котором четко видно, что если построится дорога, через Зельцовку пойдет 4-6 тысяч автомобилей со всей округи. Протесты уже привели к тому, что власти начали диалог с представителями жителей Нижней Льцовки по поводу целесообразности этого строительства. К сожалению, никто из чиновников, ответственных за намечаемое строительство автодороги, на митинге замечен не был. Впрочем, свою позицию они изложили ранее. Оно лаконично. Автотрасса необходима городу. Правда, насколько она нужна нашему мегаполису именно в таком урезанном варианте, и почему от этого должны страдать тысячи людей, пока не ясно. Впрочем, повышенная социальная активность наблюдалась не только в Новосибирске. Жители Красноярска также вышли на акции протеста. Так что заботу полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Миняйла прибавляется. Кстати, у полпреда появился новый заместителем. Стал бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев. Новый заместитель полпреда будет курировать вопросы обеспечения взаимодействия полномочного представительства с федеральными органами государственной власти, а также информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности полномочного представителя в Москве. Алексею Еремееву 41 год, имеет два высших образования, женат отец четверых детей. Каких только спорных ситуаций не возникает в Новосибирске в связи с различными стройками. Чаще всего возмущаются жители, недовольные возведением тех или иных строений в черте города. Но бывает порой и так, что в роли раздосадованных лиц оказываются сами строители и их инвесторы. Как один маленький объект мешает развиваться крупному проекту, узнавал Александр Могилин. На небольшом пятачке вдоль улицы Новосибирской расположилось множество различных ларьков. Из-за этого пешеходный тротуар резко сузился. Одна из компаний решила упорядочить торговлю, построив крытый двухэтажный центр. Проект согласовали во всех инстанциях, получили разрешение на строительство. Да вот беда, на пути к котловану стоит киоск, где продают цветы и фрукты. Подрядчикам нужно рыть яму дальше, но тогда техника не заедет на стройку. А передвинуть свою точку торговли примерно на месяц владелец нестационарного объекта, похоже, не собирается. Ему предложено место буквально 10 метров отсюда. Вполне даже с точки зрения места торговли его никак не пострадает. Но тем не менее он встал в позицию, занял такую позицию неконструктивную. Ну и полностью отказался от какого-либо сотрудничества встречного. Подрядчик и заказчик рассказывают, договориться с хозяином киоска пытались много раз. Но на встрече он сам не является, а присылает своих представителей. Конструктивным диалог с доверенными лицами не получается. Они нам сказали, что путей отхода нет и никак они решать вопрос не собираются и вообще он нерешаемый. Они видят решение ситуации только в одном. Ну если мы вроде как вам, ну долю нам дадите в вашем объекте. Мы конечно очень были этой ситуацией поражены, возмущены. Обратились в администрацию Ленинскую района. В администрации Ленинского района строителей торгового центра выслушали, да и только. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки, рассказывают подрядчики. В итоге один небольшой ларек поставил под угрозу появление будущего капитального объекта. И ничего с этим поделать, похоже, никто не может. Естественно, когда какого-то момента мы средство доведем, потом оно остановится. Пострадает инвестор, который деньги вложил в это, значит, пострадают другие люди, которые участвуют в этом процессе. Ну в частности наша компания там понесет убытки. Люди останутся без работы. По общаться с владельцем киоска нам, к сожалению, не удалось. Продавцы дают телефоны арендаторов, а те не дают контактов хозяина нестационарного объекта. Если так дальше пойдет, заказчику и подрядчику стройки, видимо, придется обращаться в суд. А это отнимет еще больше времени, чем попытки уладить вопрос полюбовно. Почему в ситуацию не вмешается администрация района, тоже непонятно. Мы напишем властям официальный запрос и будем следить за развитием событий. Не уследили. В железнодорожном районе Новосибирска льдина с балкона упала на голову женщине. Как раз через два дня после планного посещения проблемных домов специалистами жилищной инспекции. За минувшую неделю комиссия смогла обнаружить 102 дома с опасной наледью и сосульками. Но нарушения были ликвидированы далеко не везде. Как официально сообщила мэрия, в течение семи дней коммунальщики устранили 99% нарушений. Остается гадать, либо улица Урицкого железнодорожного района попала в оставшийся 1%, либо работа не везде была проведена добросовестно. Пострадавший от обвала льда сейчас находится в городской клинической больнице с повреждениями головы. Жители города встревожены. Последствия схода снега и падающих сосулек нередко бывают тяжелыми. Тем более до сих пор на слуху резонансный случай с 4-месячным ребенком. Напомним, что 10 марта от обрушения снега на улице Пархоменко пострадал младенец, который был госпитализирован с предварительным диагнозом сотрясения головного мозга. Окончательные сроки очистки домов от снега постоянно сдвигаются. То крайним днем обозначалось 10 марта, а теперь последний день месяца. Главное, чтобы в течение следующей недели никто от снежных и ледовых обрушений не пострадал. У каждого спора есть как минимум две стороны. И обе чаще всего считают, что именно их точка зрения является единственно верной. Особенно сильно это проявляется в противостоянии жильцов и управляющих компаний. История многоэтажного дома на Сухарной продолжает развиваться. Представители управляющей организации решили предоставить доказательства, что претензии некоторых собственников в их адрес не выдерживают критики. Подробности далее. 14 марта мы рассказывали о недовольстве своей управляющей компанией инициативной группы жильцов многоэтажки на Сухарной. Напомним, люди считают, что организация не должна была дальше обслуживать их дом, но каким-то образом ее переизбрали снова. Претензий у собственников несколько. В подъездах промерзают стены и облупилась краска. Хотя зданию всего три года. Ремонт компания не проводит. А на улице лежит снег, который нужно было давно вывести. Вывоз снега прописан, указана конкретная сумма. Но управляющая компания заявляет о том, что ему денег не хватает. Хватает только на техническое сдвигание снега. Все. В управляющей компании заявляют, обвинения жильцов голословны и несправедливы. Во-первых, все недочеты в подъездах и квартирах – дело рук застройщика. УК «Солнечный город» обратилась в арбитражный суд, чтобы заставить строителей устранить все недостатки. Было принято решение, по которому застройщика обязали провести работы. В том числе и работы по восстановлению лакокрасочного покрытия подъездов по улице Сухарной 76-3. Правда, когда застройщик устранит все предписания суда, пока непонятно. А организация, обслуживающая дом, не должна исправлять чужие огрехи, считают в управляющей компании. И добавляют, что касается вывоза снега, то жильцы за него не платят. И данной услуги по дому просто нет. Нами, жителям, предлагалось собрать и вывозить снег, но нам было собрание собственников отказано. Собрание не состоялось, жители не определились с вывозом снега. По поводу своего переизбрания на обслуживание дома, в управляющей компании заверяют, что голосование было легитимным и «Солнечный город» выбрали большинством голосов сами жильцы. Однако инициативная группа с этими утверждениями по-прежнему не соглашается, требуя проверок от надзорных органов. Видимо, теперь вопрос только в одном. Кто первым будет подавать исковое заявление в суд, чтобы доказать свою точку зрения? Дачи берут под контроль. Сотрудники МЧС решили бороться с пожарами и гибелью людей в огне на территории садовых товарищей при помощи специальных рейдов и современной спецтехники. Люди гибнут в огне. Причем в марте произошел резкий всплеск случаев пожаров с человеческими жертвами. Погибли 22 человека, среди которых и взрослые дети. Информация о таких происшествиях поступает практически каждый день. В МЧС решили бороться за безопасность людей при помощи современных технических средств, таких как квадрокоптеры и снегоходы. Один из рейдов с использованием такой техники прошел в СНТ «Дружба» в Подберском. Квадрокоптер фиксировал участки, на которых топятся печи, а также находятся люди. А сотрудники МЧС общались с найденными дачниками и разъясняли им правила пожарной безопасности. Всего удалось провести профилактические беседы примерно сотни человек. Мы вам вручаем памятку по пожарной безопасности. Внимательно ее изучите. Повешайте и соблюдайте изложенные в ней требования. Особое внимание уделите на неисправность печного отопления. Труднодоступные места, где дороги заметены снегом, инспекторы добирались на квадроциклах и снегоходах. Как заверяют сотрудники МЧС, подобные мероприятия будут проводиться регулярно, вплоть до окончания дачного сезона. Что ж, как говорится, предупрежден, значит вооружен. В данном случае знаниями, помогающими бороться с возникновением пожаров. Применил боевой прием борьбы. Так прокомментировали в полиции действия инспектора ГИБДД, который одним ударом отправил в нокаут водителя автомобиля участника ДТП. О причинах этого неоднозначного поступка узнаем прямо сейчас. Именно эта видеозапись с камеры наблюдения послужила поводом для сотрудников службы собственной безопасности областного полицейского главка провести проверку. Под прицел попал инспектор госавтоинспекции, который ударил водителя, да так, что тот упал прямо рядом с автомобилем ДПС и долго не поднимался. Установлено, что мужчина пытался выхватить из рук сотрудника документы и к нему был применен боевой прием борьбы. Правовая квалификация действий сотрудника полиции будет дана следственными органами и в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законом. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако можно уже сейчас предположить, что адекватным ответом удар, сваливший человека в глубокий нокаут на то, что тот попытался вырвать из рук инспектора какие-то там документы, назвать сложно. Но и то, что водители в последнее время очень часто провоцируют сотрудников ГИБДД, тоже факт. Так что управлению собственной безопасности будет над чем поработать. О том, как себя чувствует человек, получивший инспекторскую оплеуху, в полиции не сообщают. История послевоенного времени о том, как ради закона и прописных понятий человек придает настоящую любовь. В Академгородке прошел «Квартирник». Моноспектакль для маленькой компании в домашней обстановке. Часовую постановку «Справедливый» написал, поставил и сыграл наш земляк Денис Курышев. Въехала в Одессу банда из Амура. В банде были урки шулера. Банда занималась темными делами. Из-за ей следила губчика. Спектакль еще не прошел обкатку, но уже нашел своего зрителя. Судьба человека, который заигрался в воровскую жизнь и законы, потому что другой так и не познал. Как говорит автор и исполнитель постановки, Шурик, главный герой, застрял в этом детстве по-взрослому. С реальными сроками, убийствами, воровством. Сам по себе язык настолько жесткий. Я когда это все изучал, у меня потом были словари фени, я просто физически болел. Я читал этот словарь, мне становилось плохо. Представь себе, синонимы убийства и ножа, каждый на пяти страницах. Изнасилование на четырех страницах. А синонимы этого слова «любовь» вообще нету на фей. 90% текста Дунского и Фрида, из которого был убран мат. Эта история с каждым показом открывается зрителю с другой стороны. Денис Курышев постоянно экспериментирует, дорабатывает текст, придумывает биографию героя. Каждое движение, повадки, манера разговора передают точное попадание в образ. Место для спектакля выбрано не случайно. Квартира первопоселенцев Академгородка, интегральный музей в стиле 60-х, мебель, интерьер, вещи. Каждая деталь создает атмосферу времени сталинских репрессий. Это далеко не первый у нас квартирник. Вообще самое главное – это атмосфера всегда. Она у нас есть. Я говорю без ложной скромности. У нас получается. Как получается? Вот вещи отдают свою жизнь эту через людей. Мы ли к этому тоже душой все так отдаемся. Но нам кажется, что в этом небольшом пространстве можно будет почувствовать именно эту атмосферу, которую Денис придумал, почувствовал и хочет передать зрителям. Моноспектакль «Справедливый» подходит для камерной сцены. Четвертой стены между актером и зрителем нет. Откровения вора с 40-х. Юмор, андеграунд, трагедия. На десятой минуте становится понятным зоновский сленг и становится ясно, что заставляет человека стать тем, кем он стал. Футбол, дающий детдомовцам стимул строить карьеру. Это одна из целей проходящих в Новосибирске соревнований по футболу среди воспитанников детских домов. Лучшие игроки поедут в Лондон в гости к игрокам футбольного клуба «Арсенал». На одном из отборочных матчей побывала наша съемочная группа. Даже просто выйти на такое поле, как в центре «Заря» для нас уже большая удача, говорят эти ребята. У них в детдомах все скромнее. Да и команду у них все же обычного дворового уровня с профессионалами не сравнить. Так что для ребят это реальный шанс увидеть другой мир за пределами детдомовских стен и проявить себя во всю силу своего таланта. У меня цель выйти на высший уровень уже, ну как бы профессионально заняться футболом. По задумке организаторов этого турнира соревнования должны дать путевку в жизнь воспитанникам детских домов. А лучшей команде даже побыть в Лондоне и вживую увидеть футболистов легендарного «Арсенала». И наш как раз социальный миссия этого турнира – показать, что с помощью спорта можно сделать себя жизнью. Этот турник проводится уже не первый год. Организаторы по мере возможности следят за судьбой победителей прошлых лет. Немало из них выбрали профессиональный спорт и даже вошли в состав российских футбольных команд. Все зависит от упорства и таланта каждого конкретного ребенка. Надо лишь дать ему стимул, говорят профессионалы. Конечно, ребятам из детдомов, наверное, чуть тяжелее в этом плане. Но, в принципе, да, есть большое желание, а остальное, как бы, трудолюбие. Все приложится, все получится. Впереди у двух команд победителей следующий этап турнира – игр с ребятами из других сибирских регионов. Несколько лет назад юные футболисты из Колывания и Машкова уже завоевывали путевку в Лондон. Нынешние участники также готовы бороться за победу и за всех сил. В каждом человеке есть частица ребенка. Подтверждением этому служат прошедшие в нашем городе соревнования «Большие салазки». Сотрудники различных компаний построили собственные безумные конструкции и соревновались в спуске по снежному склону. Вместе с ними в почти детское веселье погрузился и наш корреспондент Василий Акимов. Вниз по снежному склону на салазках собственной конструкции. Желательно безумной. Примерно как вот эти. А для скептиков организаторы тут же демонстрировали, что салазки можно собрать даже из старых лыж буквально за полчаса. Такие конструкции и представили на соревнованиях «Большие салазки». Но для полного погружения в детское веселье – безумные головные уборы, плюшевые костюмы медведей, шорты и купальники на некоторых участниках. Это такой конкурс, в котором люди чувствуют себя командой, такой клевой, креативной. Большие салазки на самом склоне горнолыжного комплекса «Ключи» собрали полдесятка команд и не менее полусотни зрителей. Количество участников не играло никакой роли. Александр, показавший самое быстрое время спуска со склона, был один. Сам себе команда, так сказать. У меня просто снаряд одноместный. Зрители также порадовались. Не каждый день можно стать свидетелем такого безудержного и бесплатного развлечения. Очень веселые соревнования. Неожиданно быстро катятся сооружения все, которые сами построили. Ну, нам нравится. Участники прошедших соревнований уже думают, чем удивить зрителей в следующем году. Так команда «Изберска» обещает соорудить космический корабль. Что ж, посмотрим, оценим. Пока не разочаровали. Каждый счастлив по-своему. Международный день счастья отмечает уже пять лет. В Новосибирске этому понятию посвящен целый музей, в котором собраны удивительные предметы, способствующие исполнению желаний. Алексей Кузьмин продолжит тему. Единственный в мире музей счастья появился в Новосибирске семь лет назад. За это время в этом необычном месте собралась тысячная коллекция различных предметов, которые, как говорит создатель музея Юрий Дрюмин, могут повлиять на судьбу человека. Началось все с чемоданчика и шуток. Вдруг оказалось, что люди, которые к нам приходили, завязывали какую-нибудь веревочку или вешали ключик. И вдруг у них появлялась квартира, а вдруг они находили свою вторую половинку, а вдруг рождались дети. И это было для нас неожиданно. Думаю, надо же, мы вроде бы шутим. На самом деле, из сказки все получается. Здесь можно завязать узелок на счастье, загадать желание, потереть живот китайского божества или обратиться к оракулу. Музей посещают не только новосибирцы. Приезжают иностранцы из Франции, Чехии, Германии. А эту картину подарила музею писатель из Америки. На карте мира изображены лица людей разных национальностей, сословий, вероисповеданий, вместе. Нет континентов каких-то странных. Все они в счастливых детских лицах. Нет границ, нет каких-то разделений. И мы тогда поняли, что мы в правильном направлении движемся. Понятие счастья у каждого свое. Во все времена люди изобретали предметы для того, чтобы вызвать это счастье. Сила мысли велика, но, как написал Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. А мне остается поздравить вас с Международным Днем Счастья и пожелать хорошего настроения. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!